Буран 116 Роджер Зет Буран 116 Роджер Зет Буран 117 Роджер Зет Буран 118 Роджер Зет в это уверовали, а потом других уговаривают тоже пойти на небо, чтобы иметь вечную жизнь, такое как-то интересно получается, надо людей уговаривать, чтобы они имели вечную жизнь, объяснять им, что есть вечная жизнь, что есть прощение грехов, где это как бы не первостепенное желание человека, это иметь, а приходится как бы уговаривать, объяснять. Есть вечная жизнь, не слышал, не слышал, а расскажи подробнее. Вокса Буран-116, ну слушай, детям тоже в школе приходится доказывать, что дважды два это четыре, они в это верить не хотят, называют и пять, и шесть, и вообще ничего не говорят. Такова, видимо, сущность человеческая. Не, им дают на парту два яблока плюс два яблока, им наглядно показывают, если кто-то не может так принять, им наглядно это показывают, и на наглядных примерах объясняют. Если у тебя две конфеты плюс две конфеты, положили перед ним, вот сколько будет конфет, поэтому там учат, и для маленьких детей это на наглядных примерах, а для взрослых уже чисто теоремы. Ну, для взрослых я бы сказал, что пытаются доказать аксиому, а не даже теорему. Как ты такими словами апеллируешь и не веришь в вечности, если Господь это Бог всего и вечности, и ты вот говоришь таки, что Христос воскрес, воистину воскрес, а говоришь о вечности не слышал, я не знаю, как-то так. Что с тобой так произошло? Иисус всю свою жизнь проповедовавший, Он говорил о вечности, о Царстве Небесном. Ребят, я вот не знаю, про какую вы говорите вечную жизнь, но я имел в виду про жизнь на земле, как бы возможно есть там какие-то в раю, там может быть в аду, там жизнь есть, но я как бы конкретно разговаривал уже с вами про жизнь на земле, как бы чуть не понял вас немножко. Жизнь на земле это суета, суета, томление духа, как сказано в Экклезиасте. Почему есть масса удовольствий здесь, покушать, поспать, ну познавать, там общаться, это Бог сотворил все для наслаждения. Если человек теряет смысл жизни, то для него это становится суета, суета, томление духа, если он потерял смысл и цель. А на самом деле Бог все сотворил разумно, и не для этого, чтобы трениться духом. Приумножая знания, приумножаем скорби. Ну прям энциклопедия ходячая, цитатами так и хлещете. Ну опять же знание знанию розни, смотря что ты знаешь, о чем знаешь. Ну и соответственно приумножая себя, то ли скорби, то ли свободу. Познавши истину, кто познает истину, тот будет свободным, станет свободным. А если ты познаешь грех, там или еще что-то другие вещи, то совсем другим станешь. Оба чи очами своими смотришь и воздаяние грешников узришь и. Истину познать, оно конечно хорошо, но истина, как ты сам сказал, разное бывает. Можно познать удовольствие, а можно грех познать. Разве удовольствие это грех? А грех как познать это? Нарушение просто как бы божьих законов. Что такое грех? Ей не надо познавать его просто. Отклонение от истины, то есть грех. Просто направление, ты можешь жить все правильно, но твоя цель неправильная. Это будет сожидство, получается. Коту под хвост. Хотя ты там, как бы, видимо, ничего не согрешишь. А смысл ее потеряется и станет никчемный. Но если стремиться к познанию удовольствия душевного, это, наверное, благо. А если к удовольствию телесному, то это, пожалуй, можно и ко греху отнести. Бог сказал, будьте совершенны в духе, в душе и теле. И удовольствие есть и в духе, и в душе, и теле. Поэтому в этом нет ничего греховного. Слушай, что истина на земле, то истина на небесах. А ты уже заблуждаешься. Причем тут небеса и земля. То, что истина на небесах, то бесспорно истина на земле. А то, что на земле, ну, не все тут истина. Тут много извращено, очень много. Ну, несовершенен человек, что же сделаешь? Заблуждается он во многом? Несовершенство человека не относится к греху. Это к возрасту больше. Понимаешь? А что с возрастом человек становится более совершенным? Я образно говорю, несовершенство, оно не становится наоборот. Как ни странно, возраст людей мало чему научает. Ты знаешь, мне кажется, людей научает только страх. Более ничего людей не научает. Это в цирке так учат животных страхом. А мы не животные. А чем мы от животных отличаемся, собственно? У тебя классно такой звук, а ты там нажимаешь. Типа, токаешься где-то в какую-то рюмочку. Так прям, вот сок, и ты начинаешь говорить. Так прикольно. Это Роджер Бифф, сигнал. Ну, прикольно. Мне нравится у нас себе что-нибудь придумать. А ты с чего вещаешь? С Сибири или с длинноволновой станции? Как я на компьютере, а что за станция с компьютера? А, ну понятно, у тебя сигнала нет этого. У меня радиостанция имеет такую функцию, Роджер Бифф называется, сигнализирует конец связи. Ну, видишь, вот этим животное отличается от людей, что они много чего не имеют. То, что имеют люди. Они себе ничего доделать не могут. А люди могут и одежду пошить, и обуться, одеться, и компьютер изобрели, и дом к себе с крышей, и батареи отопления. Чего же животное, как бы, у них такого понятия отсутствует? Мы отличаемся от самых высших животных наличием второй сигнальной системы. Это, как сказал и Павлов, и Бехтерев, у нас есть способность говорить, а более ничем мы не отличаемся. У картошки и то на две хромосомы больше, чем у нас. Так, говорят многие, послушай, коты между собой мурлычат, и собаки лаят. И в них поменьше этих, может, лексикон поменьше. Все общаются между собой, но есть понятие совести и души. Даже душа есть у некоторых, ну, не некоторых, а у животных есть. Вот понятие таких, что касается самосознания, вот у них нет. А у нас есть вот это самосознание, что мы, кто мы такие, вот это отличается. У них это отсутствует. Ты знаешь, мне кажется, что человек завышает свою значимость в природе. На самом деле он мало чем отличается от собаки той же, или от дельфина. И у тех, и у других есть самосознание, и самоотверженность, и героизм, и отвага, и все такое прочее. Приходилось в жизни с этим сталкиваться. Как бы, интересные вещи получаются. Не такие уж мы, и великие в природе. Ну, прах есть прах, возомнивший о себе многое, конечно. Мало чем мы отличаемся. И плохо, когда совсем не отличаемся. Мало кто в природе, во всяком случае, животных, убивает себе подобных, ну, просто ради удовольствия, или ради каких-то эфемерных благ. Ну, не хватало, чтобы еще убивали себе подобных, чтобы поесть. это не принято только в так называемом цивилизованном мире, а чуть в стороне цивилизованного мира, это, в общем-то, чуть ли не в порядке вещей. Мы возомнили о себе до небес, и гордости нет в нашей пределах. Возомнили, возомнили, мить продолжаем. В общем, Ну, наш вид, это, собственно, в общем, переменная такая, нестабильная. Я не думаю, что человеческий вид еще какое-то значительное время просуществует. Скорее всего, мы выберем, как динозавры, достаточно быстро. Вот, представь себе, Бог взял в лес нашу шкуру, пришел на землю в этот вид и обитал среди нас. И когда начал говорить, вызвал своими словами, действиями очень, очень отрицательную реакцию. В конце концов, его убили. Позорно, так, чтобы все видели. Вот тот створец, что сотворил такой вот род животных и людей, такой мир. сам мир в итоге отверг творца. Твое мнение, почему так происходит? Ну, на мой взгляд, это, собственно, достаточно интересно отражается это вот, есть такое произведение «Трудно быть Богом». «Трудно быть Богом». эта теория так явно проглядывается, что пришли некие сущности более высокого порядка, хотели сделать что-то такое хорошее, а в итоге вот это вот быдло грязное, все в помойках, все это отвергло, и ему это ничего не надо. Это просто неразвитое сознание, оно просто неразвитое, и по сути в интеллектуальном плане еще ну даже не дети, мы просто младенцы. Не, ну не всегда так было, чтобы было такое, как говоришь, быдло. Бог, что-то его все совершенно, было вначале все хорошо. Потом почему-то опустился человек до состояния быдла, как ты сказал, и в конце концов, когда Бог решил помочь людям, вот это вот существа опустившиеся взяли, да не восхотели помощи, а наоборот унизили и убили что-лим, вот, что это такое? Но тут же все предельно просто, чем проще интеллект, тем больше веры, чем интеллект быстрее начинает развиваться, тем он начинает сомневаться в тех истинах, которые ему пытаются навязать, пытается он осознать свое место в этом мире и опровергнуть, ты вспомни историю, как Риббентропа толпа закидывала камнями за то, за что ранее она его любила, это то же самое происходит в религии, сначала мы верим в Бога, потом начинаем в Него плевать, ломать церкви, ломать колокола, убивать священнослужителей, почти что норма нашей жизни. А скажи, интеллект это как, его надо разрабатывать, или он с рождением уже ну как бы готов? Ну, ты знаешь, мое мнение такое, что с рождения, в общем-то, интеллект человека, он заточен под определенные действия, и он готов к развитию в определенной направленности, то есть, у него есть коридор, в котором он развивается, это как бы, да, это заложено с рождения, тут физиология нервной системы и развития мозга, с этим не поспоришь, но дело в том, что рамки эти очень узкие, и потолок слишком давит, поэтому мы развиваемся строго направленно, векторное развитие у нас, понимаешь? А может просто, когда вот весь простор действий большой, но человек уходит в какую-то щель, углубляется, да, он не хочет идти к свету, где-то к тьме, и получается завозит в пещеру, которая со временем становится теснее и теснее, уже, ну как бы все темнее и темнее, и потом доходит до скотского состояния, что же это за жизнь, это не жизнь, а ужас, вместо того, ну вот так, сам сел, зашел с выбором целей. Добрый вечер. Добрый вечер вызывающему, в продолжение, человеческое существо настолько несовершенно, ну вот представь, вот дать тебе сейчас 100 миллионов, миллиардов, триллионов долларов, евро там и золота еще, 100 миллионов, миллионов тонн, вот что ты с этим будешь делать? У тебя свобода будет неограничена, ну что, ну куда ты потратишь ее свободу? Купишь все, купишь все планету, а потом? ну да, я уже жду, да, иметь с павильоном миллиарда, да, да, я согласен, человек живет, вот думает, что жизнь вечно, вот, а приходит время, когда у него просит ответа, а он не знает, кто ответит, смотря, кто спрашивает, ну, пока спрашивает, вот, скажи, а что Бог может спрашивать того, чего он не знает, и вовсе вопросы, они относятся к нам самим, это, он зададет нам те вопросы, которые мы сами себе задавать не хотели, вот, в Экклесиасе написано, вот, я хорошо помню, там говорится, что юный человек, да, что ты хочешь так сделать, но помню, что в конце жизни, да, и наш ответ Бога, вот, как жить, да, вот, такой стихий, то есть, это значит, что, вот, человек все равно будет дать ответ в судном тне, то есть, куда судно тень начнется, да, Бог будет судить меж, и в этом время каждый человек даст ответ, вот, знаешь, Иисус пришел и говорил, если б я не пришел и не говорил вам, вы бы не имели греха, а так как я пришел и говорю, то теперь не имеете оправдания в грехе своем, понимаешь, пока Бог не говорит, но ты свободен, но когда Бог с тобой начнет говорить по реальности, вот тогда готовься. Экклезиаст это просто мысли одного человека, мы не можем принимать Экклезиаст за веру как какие-то каноны, поэтому все, что сказано в Экклезиасте, мы можем ну просто ну понравилось нам, послушали, почитали Экклезиаст, ну да, ну хорошо, ну вроде как нормально, да, понравилось приняли, не понравилось не приняли. Нет, я не согласен, там есть стихи, которые вот от Бога помнятят, иначе не пилом написано в Библии. Да, есть моменты в Библии, когда вот например, Иисус говорит, что Моисей позволил да, для жеста кассердия баши, да, то есть есть моменты, когда вот не все написаны, да, то, что говорят о воле Бога, да, но конкретно этот стих, когда я сказал, да, вот, человек даст отчет, вот, это прямо говорит, это Бог, и Библия говорит, что Деяния апостола говорит, что Бог будет судить мир. Вот так. Нет противоречий? Противоречий может быть и нету, я не знаю кто ложил мысли в уста автора экклезиаста, но экклезиаст не является каноническим текстом, он как бы рекомендация к действию, я бы сказал так. Ну как бы, почему обращаться там вот раньше какой Windows было первое, там первое, второе, третье, какое там, 98-ое, там XP, там 2000-ое, сейчас вам восьмерка, вот, если человек имеет восьмерку, он же не будет опять 98-ую если ее устанавливать на машину, так вот, есть новый завет, ветхий завет, ветхий завет, он остается, как и был, новый завет, можешь работать по ветхому завету, можешь жить по новому завету, так что, уже слушай, что Иисус, сам Бог, придя на землю, учил, чем, догадки людей, которые жили там сколько лет, тысяч лет назад, размышляя о своей жизни, делали выводы, лучше послушать самого Бога, чем про Бога. Ребят, о чем тема, подскажи? Абуд, ты послушай, так в двух словах не опишешь. Ну, что касается ветхого завета, нового завета, оно, конечно, да, это можно сравнить и с разными операционными системами, но, что касается нового завета, на мой взгляд, много чего такого, что адаптировано под условия проживания, вернее, под те условия, когда этот завет писался. Да ты о еде, да, что кушать, что не кушать? Да не только, что кушать, что не кушать, но и как жить, как не жить. Приветствую всех, люди, хватит дурить людей, откройте от Марка тринадцатую главу, стих 32-33, и прочитайте. Иисус не знает, когда будет судный день, и как может быть Он Богом. Он не Бог, а пророк. Одумайтесь наконец-то. Вот опять же, какие-то буквы ест, а зачем вам вообще кому-либо знать судный день из нас? Это какая-то белка, вот знать судный день, вот кто хочет знать судный день, когда будет? Это вообще, вот сама вот эта идея, знать этот день, какая-то мания, какая-то белочка, и об этом говорит, но нет смысла. Как помрешь, так вот тебе судный день для тебя настанет. Никому не положено знать, как оно будет, и в невестуе дима пути Господней. Можно, конечно, вникать в суть того, что написано, это всего лишь слова, всего лишь буквы. в жизни оно не только знать получает. Вы ошибаетесь, Библия то, что все говорит, просто не все могут понять это, не всех хотят понять это, понимаете. Вот, Библия говорит о судном тени, и это судно тень будет один тень, но в Библии один тень это тысячелетие, понимаете, ибо откровение написано, что сатана будет тысячелетие, он не может теснуть, да, вот, как это называется, я по-русски нехорошо знаю, вот, как на кандале, да, не может теснуть, вот, суд, это имеет другое значение, суд, это не только наказание, все, вот, христиане понимают, что суд, это наказание, но нет, по-гречески, слово суд имеет большое значение, которое, к сожалению, не все христиане хотят это принимать. не, ну, если у человека есть разум и есть мозги, то он должен понять, что Бог, он необыкновенный, что у него есть огромная сила, огромное знание, то, что он сотворил все, людей, небеса, землю, все, что между ними, и он сотворил то, что и рай, и ад, и когда будет судный день, он обязательно должен знать, если он этого не знает, то какой он, Бог может быть, если Бог не знает, он знает даже то, о чем вы помышляете, хватит ерунду нести уже, вы одумаетесь на одном и том же, слепое исследование, это уже, я вам приведу сейчас тысячу таких стихов, где есть вообще непонятки. А кто говорит, что Бог не знает? Конечно, Бог все знает. Я не говорю, что я все знаю, просто есть вещи, которые мы можем узнать из Библии. Вот, я не говорю, что все мы можем узнать, но есть вещи, которые прямо Библия говорит, просто почти слово христиан по-другому, понимаете? Закира, заходи на Христоса мусульманин, ведь этот канал не для этого. А, вы мусульманин, да? Захария, вселяллаха, вселяллаха, скажи мне, а что находится между небом и землей? Тонкая прослойка. Между небом и землей в Коране сказано, Господь тот, который сотворил небеса и землю и все, что между ними. Все, что между ними, мы видим, то, что есть между ними. Горы, земля, деревья, люди, машины, животные и... А, горы, земля, машины, это все на земле. А все, что между небом и землей находится, это что? Ну, вот опять, ну, зачем это вам надо? Мешатся, Иисус говорит, вы вот о земном не разумеете, как вы умеете, когда я буду говорить о небесном? Люди пытаются лазить туда, куда им как бы не следует лезть, а не хотят делать то, что им следует делать. Люди всегда лезут туда, куда не надо. Вот в чем самое интересное. хотя бы разобраться с тем, что рядом, там, говорит, с Ближним, свои нормальные отношения, тогда и будет туда и дальше. А так мы лезем, лезем, достаем истину, чтобы потом этой истиной Ближнего убивать, что ли? Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь познать истину. Мне кажется, наш мозг настолько несовершенен, что нам этого просто будет не дано. во всяком случае в нашем земном обличии. Я просто представление об истине такое, наверное, что-то расплывчатое, такое недостижимое, как вот только аж этот Закхея или как он Закхая, там, короче, Бог такой, такой и такой, как он может влезть в тело человека, там и все остальное, там, теория, как это может быть, когда вот Бог вот такой, всемогущий, взял и тут его прибили. Не может он быть Богом, ну вот тоже у тебя истина, какая-то такая недосеживая, истина совершенно простая, она написана, даже младенец, он пойдет и не забудется. Вот как раз младенец попадет и не забудется, а чем старше мы становимся, тем дальше мы становимся от истины, вот в чем печаль. Это зависит отлично от человека, а не от мы, тут уже как бы неуместно, мы, такое слово, а то же я, или там, ну хорошо, наверное, будет правильнее сказать, что я, чем старше я становлюсь, тем дальше я от истины, это, наверное, да, это правда. люди как ищут удобства, безопасности и, ну, это удовольствие в жизни, поэтому они привыкают к постоянству, ищут постоянства, какой-то безопасности и удобства, а все остальное, ну, человека вообще напрягает, и он не желает жить в таком напряжном постоянном ритме, а с Богом это постоянный напряг, потому что там написано дышит где хочет и голос его слышишь и не знаешь куда приходит и куда уходит и когда что-то Бог скажет, это обязательно требует от нас какое-то принесение какой-то жертвы, если это реально Бог с вами будет говорить, он просто так не болтает, как он здесь назвал. Вот она, вот она истина. Человек всегда стремится к безопасности, всегда стремится к чему-то такому, где его не будут трогать, где его не будут обижать, а Бог его вызывает всегда на жертву. А ты знаешь, это мне, вот сейчас твои слова чем-то напомнили роды, пока я в утробе, меня никто не трогает, мне спокойно, а когда гинеколог меня начинает вытаскивать за уши, это требует от меня каких-то напряжений, я должен кричать, я должен выходить из своей удобной привычной среды. Вот мне это не хочется, и мне это не нравится, и я этого боюсь. Самарянка однажды говорил, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, ты бы сама просила у него, ну, правильно вещи просила у него. Просто человек, не знающий дара Божьего, и то, что Бог предлагает, он рисует собственные картинки, которыми потом он и плюется, навешивая на Бога, то, что он представлял, потом эти картинки, проекцируя на него, он говорит, ну, что это такое, он не дослушивает до конца то, что Бог предлагает, а у него уже заранее, с детства, если Бог, значит, вот так должно быть, если Бог такой, всемогущий, значит, должно быть вот так, а когда реальность приходит, вот, тогда эта проекция не совпадает, тогда страшно остановится, ну, что это такое? Проблема-то в том, что наши проекции, как правило, никогда не совпадают, мы даже между собой не можем эти проекции установить, вот даже заметь, почему возникает разногласие в браке, да, мы ожидаем от супруги одно, она думает другое, она ожидает от нас одно, а у нас совершенно другие взгляды на жизнь, мы даже между собой эти проекции не можем установить, на что там говорить о высшей сущности, о Боге, то есть, он как бы смотрит шире на все это, гораздо шире, чем мы видим эту жизнь, видим вообще все, что вокруг нас происходит. Ну, опять же, ты так привеличиваешь некоторые вещи, это хорошо, это правильно ты говоришь, но, Бог вам мудрее и он проще, когда вот я учился играть в шахматы с этим своим отцом, он первые разы так аккуратно поддается, так незаметно, чтобы, допустим, поддался, чтобы ты выиграл, чтобы ты почувствовал вкус победы, а потом он тебе даже помогает и реально, уже сложнее, уже не поддается, и ты тогда растешь. Надо почувствовать этот вкус победы, вкус жизни настоящей, Божьей, тогда можно подниматься, туда можно и не бояться, тогда идешь на уступки, как бы поддаешься жене, чтобы были лучшие отношения, у меня как бы в жизни было несколько таких удобных случаев почувствовать вкус жизни, один из таких самых ярких случаев это был на войне, вот никогда не забуду этот случай, когда, понимаешь, я был в незнакомой местности и мне сказали покажи дорогу, я эту дорогу показал, в принципе никогда там не было, я вкус к жизни почувствовал. А это тут в Донецке, да, или там под Луганском, недавно? Нет, нет, это было 15 лет назад. А ты представляешь, как жизнь из Иисуса Христа была на земле, это сплошной брайк такой. Он говорит, я от себя ничего не делаю, ну как бы, только то, что слышу, то и говорю, то, что вижу, то и делаю. Ну и так ходишь не своей волей, так ожидаешь от Бога, так вот это тому скажи, вот это этому скажи, как бы живешь переводчиком таким и делаешь то, и не знаешь, что тебе дальше Бог скажет, такие жесткие ситуации получаются, тут ее убить хотят, тут ее выгнать, хотя там еще и ускушают и постоянно ожидание подсказки, сверху, как себя вести правильно. Вокса, а вы вот христианин, да, у вас какие-то религиозные вот, яды или что-то вот, просто хотели узнать, и потом я отвечу этот вопрос. Я удивляюсь, вы написали, что вы исследователь Библии, и вы не можете определить, там, тут мусульманин говорила, а вы, а вы, что, мусульманин, а тут меня спрашиваете, а вы, что, христианин, а вы, что, нет развлечения духов, кто говорит, и вы исследователь Библии, вот, такой встречный вопрос, да, я в завете с Богом уже 20 лет, и что? нет, нет, я не говорю, что ты не со мной, я просто хотел узнать, какие у тебя взяты, вот, что хотел сказать, да, Иисус сказал, что я все делаю от Отца, вот, и, ты говоришь, что, а как делать, когда вот ты на искушении, да, это не значит, что Иисус, Иисус искушен, вот, Сам, и Отец помогал Его, понимаешь, это не значит, что Иисус был как робот, нет, такое нет, Он был как человек, и мы тоже, вот, как человек, да, искушение, вот, многое, но Бог нам помогает, мы слышим Бога, но это не значит, что, вот, мы как механически все это слышим, и все тело, нет, это мы принимаем сердцем. Да, я где-то восхищаюсь тем, что вы иностранец, как, скажите, правда, кто у вас, ровно какой язык, вы пытаетесь общаться там на другом языке, но вот этот недостаток, что вы можете что-то не так правильно понять, и делать неправильные выводы с этого, вот этот большой недостаток, поэтому не спешите делать быстрых выводов, потому что вы можете неправильно понять, потому что вы ограничены в этом, знании языка. Да, и поэтому я спрашиваю, чтобы глубже узнать, что говорит не собеседник, понимаешь, что вы не понимаете. Студент, простите, я не понял, ваш родной язык, какой я не расслышал. Я из Армении, я армянин. Студент, вы этнический армянин, или вы приехали в Армению? Нет, я здесь родился, здесь живу, просто у меня акцент, как американский, или что-то, ну, я так акцент, не знаю. Вы свободно говорите на армянском? Да, конечно, но на русском тоже, я хорошо понимаю русский, просто нехорошо отзываюсь, понимаете? Ну, что говорят люди, я все понимаю. Простите за банальность, вы можете перевести хач. Но это значит крест. А такая другая банальная, там они сейчас говорят хачики, что это такое? Это крестники. Что, что, не послушал? Хачик, там так было, ты хачик. Это же имя, это армянское имя, мужское, мужское имя. Вот здесь, меня проверяйте, да? Не верите? А это не грех проверять, и нужно проверять. Я только с армии, только одним отюки, армянское, знаю, больше ничего. А что не понял? Я не только отмянский, русский, мысли тоже знают. Да, как-то тема совсем ушла. Когда касаются, реально где-то, там везде написано, когда реально Бог говорил, всегда хотели это замять, где-то куда-то, чем-то она наводилась в сторону. Вот так, что-то получается. Не понял, Вокса, что ты имеешь в виду? был разговор о служении Иисуса Христа, как он это делал. Потом она куда-то уехала, непонятно куда, резко. Самое важное, мы не можем быть, как бы, умнее его, мы не можем быть лучше его, лучше всего, вернее всего, может быть, как он. Поэтому, надо смотреть, как он это служил, как он делал, как он двигался, как он говорил, почему он это делал, что им двигало. Да-да, я согласен. И главное, вот, Иисус убил смирение, да, он бы смирил сердце, вот. Смирение, это вот, начало всей плаги, а гордость, это начало всей злой. Вот, ангели, стали гордыми, да, и становились дьяволами. А Иисус смирят себя, и Бог его повернул. Слава там, понимаете, Богу. Но смирение перед чем? Он смирил себя перед Богом, да? Смири себя, и смири, как написано, смири перед Богом, и противостань дьяволу, да? Здесь вещи, ты не должен быть смиренным перед проблемой, смиренным перед, не правда, и ты не можешь смиренный быть перед ложью какой-то, Перед еще чем-нибудь, несмерством, ты не можешь быть смиренный перед, ну, чем-то таким. Ты можешь быть смиренным перед Богом. А если смиренное, такое понятие, что ты должен вообще, во всем, во всем быть смиренным, ко всему, ко всему, но это тоже неправильно, и очень неправильно. ИисусПис смирен перед Богом, и перед людьми. Он говорит, что я пришел, чтобы случаев поменять слушать битер ага повесил на себя кресты смиритесь перед богом и восстаньте против неправды ага и долгого проживете славу живем нормальненько то доживем живем куда нам деваться может просто так активно то не воюет как давить это написано как говорят не бери тяжело в руки дурного голову понимаешь ты не можешь брать на себя то что тебе бог не давал даст бог тебе какое-то дело выполнить дело его даст больше больше ты не можешь как бы даже и воевать на своем усмотрении как как тебе вздумается тут надо слушаться шутя как дух ведет крещение принял иисус христос ну надо было жить и проповедовать не а написано дух святой твоего в пустыню там на 40 дней почему-то там вообще людей не было и это было служение перед богом потом дальше по его там ну это дух святого делать это есть зрение иисус стал если это было невозможно поверевал тоже тоже вот победить с какими словами в связи с яшцом служил богу говорит леди моей стене позже помощью можем просто надо иметь желание чтобы бог через нас действовал чтобы вот мы не имели собственную волю чтобы в нашей жизни исполнилось волю 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 но эти крайности не всегда крайности не вредные мы должны быть как зрелыми написано да а не колеблющимися от всего метроучения мы должны иметь свою позицию по отношению к истине по отношению к неправде и только тогда когда человек где то где то в чем то определиться да человек больше реально может использовать потому что он не рассыпется в руках как вот глина какая жидкая возьмет его она сквозь пальцы как другое вещество пролезет и не ему такой типа молоток лежит нарисован из песка ты хочешь его взять он взял рассыпался человек должен стать определиться по отношению к вечности к богу к дьяволу к жизни цели жизни тогда бог нормально может человека использовать и использовать именно в тех местах где этот человек предназначенный предопределенный для чего человек так вот бог позволил ему таким вот состояться в таком плане он не универсальная машина что везде может использоваться каждый поэтому из тела христово из разные члены один в одном другой в другом и это все дополняет одно должно дополнять это не то что там взял такой масса взял любого человека ву-бук слепил вот теперь делаешь это а завтра будешь петь там песня там еще что-нибудь каждое из кого-то своя часть и эта часть должна быть основательная ребят прошу прощения у меня опять обрывает канал теряя поэтому периодически вылетаю из связи буду входить по мере возможности буран-116 розер а вот буран-116 скажи о чем медведь вот я хотел повернуться вот по вопросу суд судно-теней как вы представляете что такое судно-теней это в таком последний день вы хотите знать или каждый день свой судный день ну так на работе работаешь конце зарплаты тебе выплачивается вот как бы те оценили твой труд выдали зарплату дальше работаешь а может сказать плохо работал увольняем разные периоды разные суды бывает а поэтому судите себя сами чтобы я не судил поэтому так в деянии апостолов написано что бог один тем поставит то без судить весь мир вот я об этом сути говорю знаешь если ты будешь как бы вот как иисус притчу рассказывал да когда он дал каждому какое-то дело и сам задержался потом пришел когда его не ждали и вот воздаст каждому над тем делам в которых он был застегнут не то что человек делал там вчера или позавчера а именно в тот момент когда это он придет если кто-то вначале был правильным там руководил все правильно потом начал это дело пьянствовать написано начал бить слух там то сё начал делать то он не вспомнит ничего доброго а воздаст именно потому как человек поступал в тот самый день когда явится господин его это написано в бодрствуйте я понимаю я бы даже сказал не бодрствуйте а ты пищите плачки рыдайте смех важно обратиться в плач и радость печать да не радуйся он тебе дал работу работай себе там не ну и наслаждайся этой работой получая за нее плату и все нормально просто не 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 узурпируй власть и не превращая других как бы из-за того что тебе бог что-то дал не ставь себя выше других потому что пострадаешь очень сильно вот 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 не восстань против господина своего это ты сам придумал написано в мире в мире люди типа господствуют над другими а вы не так если хочешь больше дослужи меньшему поэтому то что ты сказал это уже есть в ветном завете это небольшое извращение но сие извращение не моя прихоть она культивировалась столетиями я бы сказал потому что именно не восстань против господина своего это было очень удобно в свое время и сейчас удобно в общем то до сих пор наверное это культивируется ну конечно это удобно для господ они культивируют это дело придумают себя извращает писание всякие вот истолковывают по-своему а люди не хотят думать и хотя бы прочитать как должно быть и соглашается со всем этим и читать нельзя люду и думать нельзя только слушать надо что господин говорит а все остальное клаву ну ты военный ты где-то сам таким вещами пользуешься я так понял да да нет нет конечно не пользуюсь да и военный я уже давно-давно как бывший ряд бывших не бывает но что касается военных да пока могу как говорится меч в руке держать я военный а скажи сколько ты людей убил если ты воевал я тут одного я таксист подвозил разговаривал год был ваток ну как там чувствуешь себя патриотом или там героем людей убивал зря зря провел время зря как человек убить там уже чисто охотничий интерес больше ничего но знаешь мне очень хочется верить что я ни одного не убил потому как потому как ну рад слышать таким высказыванием очень приятно а с другой стороны поганые военные как на тебя положиться если никого не сможешь убить это нас окружат и возьмут живем надо чтоб брат по оружию был меток на все сто здесь сидишь там вокруг это зачем-то войти воевать и среди не убивать как бы ну ну случись чего стоять то я буду насмерть в этом то что не беспокоиться знаешь вот 15 лет прошло а память до сих пор не отпускает вроде ничего такого как бы конкретного тренинг не до сих пор поначал в поту просыпались я слышал там где босния вот это вот война была и там уже сколько лет прошло после этого там делали как-то исследование что в тех краях людей погибло допустим столько же столько военных действий среди воевавших ну от самоубийств ну после уже в мирное время такое же количество как было погибших такое же количество было самоубийств среди тех воевавших воевавших такие вот последствия войны я думаю что здесь произойдет на Украине кто тут вымазался кровью чужой ты знаешь по по реакции что да печалька печалька последствия будут катастрофические имеют смелости говорить что янукович был ему лицо никто ничего не говорил что сейчас этот парашенко и все как бы заискивают улыбается ему да и в россии кто путину может что-то сказать поэтому это импотенция духовенства те которые получил получили вот власть имеющие которые посты имеют посты для служителя папы там все остальное если оно такое импотентное то как что доброго можно ждать ты знаешь тут дело даже не в страхе это просто психология массы от этого никуда не денешься понимаешь тут нет национальности нет каких-то идеологии это просто психология это это толпа это масса что толпе скажет что она и будет делать и как бы нет вариантов это морская волна вот она идет накатом идет ее не остановишь ее можно только подгонять и все это простых людях как бы не верующих и речи не веду я говорю а соль которая не имеет силы а свет который не имеет силы там написано что с ней сделать выбросить вон на попрание людям и когда начнутся эти гонения люди думают что они будут страдать за веру на самом деле они будут попираемы за то что они не имеют ни силы ни света ни соли и в этом большая проблема они станут типа героями в кавычках ты посмотри сейчас выбросили на попрание людям выбросили эту соль сейчас кто-то страдает кто-то беснуется это страшно это просто страшно это просто надо пережить в библии написано что бог убьет дьявола мечом мусь своих да духом мусь своим и бог дал верующим людям слово свое и вот словом можно останавливать если есть слово имеешь ты силу божью свет то слово сказанное правителю оно влияет то есть я говорю о том что люди даже боятся рот открыть что-то сказать не такое все только по библии только область нельзя ничего не это все научное там просто подмена произошла поэтому я знаю что ну вот сколько я видел случаев словом много разрешалось только мудрым словом которые должны получить от бога но и убьет ли бог дьявола кто такой дьявол Люцифер это первый из ангелов один из самых любимых один из самых красивых близкий по духу к богу поэтому противостояние до уничтожения третий закон термодинамики принцип антропии нет вряд ли видишь ад существует нельзя уничтожить будет вечное страдание вечного страдания не будет да и страдания ли это что есть страдание и что есть благодетель духовный этого мы не знаем вот я когда-то задавался таким же вопросом что есть там ад что есть небеса меня там мучило думаю а мне интересно ничего если это покажи этот что там как там это сверлило в мозги эти мысли и потом я читал где-то писание там где-то было ну притчи типа того в сравнении там бог говорил у меня вот пришла такая ясная мысль я верю что это от бога так вот я ее принял как все могу сказать вот наша жизнь это наши типа благи да благо наша жизнь это есть тень будущих благ которые будут там в вечности а ад и все страдания ну как все страдания на земле которые могут быть самые жуткие страдания это только тень жалкое подобие тех страданий которые люди будут иметь в аду в вечности это очень меня так отразило не знаю как тебя это на тебя подействует ну слышал это ну как бы от бога это принял ты знаешь что быть в аду это не иметь благодетели и не более того не факт что будут страдания но факт что не будет благодетий ну я поделился тем что я от бога получил да мне этого как бы достаточно я больше в эту тему не сильно влажу поэтому я понимаю почему иисусу пришлось страдать и за почему он это все терпел чтобы избавить людей от тех от той участи которые бы они были обличены и дар божий это та же самая те блага это невозможно заработать ничем это только можно подарить на небесах вечная жизнь все остальное поэтому он здесь пришел жил среди нас чтобы по закону по всех статьях мог быть справедливо сделать то что он сделал чтобы это не было такое вот бог так милости ему захотелось он кого-то убил а кого-то захотелось а он этого взял и помиловал так не будет вот по справедливости и ради иисуса христа ради жертвы иисуса христа вот кому справедливость а кому будет милость ради я думаю что эта жизнь есть а я приказываю следователь библии неужели там так в армении вас плохо нет не в армении давай по библии рассуждаем в деянии апостолов написано 24 главе что неправильно и правильные будут воскрешения вот у меня вопрос если неправильно в аду почему они должны быть воскрешением то есть из ада они будут воскрешение а потом снова пойду да знаешь когда человек задерживает человека во время преступления он кого-то убил ну его по горячим следам поймали и его тут же посадили в тюрьме еще суда не было еще не было вынесено приговора но он уже сидит в тюрьме знаешь дальше я продолжать не буду исследователь ты временами хорошо говоришь о книге но знаешь ли ты что жизни по этой книге что мне кажется исследователь ты исследуешь наш типа есть разряд людей бакалавры там иди ну всякие разные профессоры они вот изучают теорию теорию эти книги штудируют историю исследуют а практическая жизнь как таковое чтобы это испытать практики не ведут поэтому все таки вопросы задаешь как-то смешно становится этот толк видит кто живет а кто нет а кто нет я хвастаться не люблю как апостол павел говорит что судья мой бог понимаете исследователи ты мирянин или у тебя сам есть я христианин я не миряне миряне тоже христиане знаешь исследователь ты наверно исследователь свидетель его да нет 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 у Продолжение следует...